Всем привет! Вы на канале Футбол Лайф и это свежий выпуск футбольных новостей. А пока мы начинаем, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под видео. Также жду вас в своем телеграм-канале. Дани Ольма первым среди испанских футболистов зарегистрировал празднование как бренд. Он стучит пальцем по запястьям как по часам. Манчестер-Сити интересуется Виртсом, но Байер не продаст хавбека зимой. Геморрайс готов перейти в январе. Тухель обсудит с Уайтом возвращение в сборную Англии. Защитник Арсенала отказывался от вызова при Саутгейте. Валенсия рассматривает отставку Рубена Барахи с поста главного тренера. Клуб идет последним в Ла-Лиге. У Дехея 83% сейвов. Больше всех в топ-7 лиг. Трубин в тройке. Булка седьмой. Облак делит восьмое место. Тренер Саунгемптона о том, что Эмью готов предложить 21 миллион фунтов за Диблинга. Не уверен, что они получат хотя бы его левую ногу за эти деньги. Умер 15-летний вратарь Вестхэма Фэйрс. У парня диагностировали рак мозга в 2023-м. Он перенес 7 операций. Хорватский клуб скопировал логотип Брайтона. Клуб АПЛ написал им письмо с просьбой отказаться от эмблемы. У Лиля лучшая трансферная сальда с 2015-го года без учета сделок по воспитанникам. Аякс 2-й, Лейпциг 3-й. Международная федерация футбола, статистики и истории признала Родри игроком года. Венисиус 2-й, Джуд Беллингем 3-й. Лионель Месси появится в Фортнайт. Футболист получит 4 скина и кирку в виде золотого мяча. У ПСЖ худшая трансферная сальда с 2015-го года без учета сделок по воспитанникам. Манчестер Юнайтед 2-й, Челси 3-й. Приемный отец Мукокко заявил, что Юсуф родился в 2000-м году, а не в 2004-м. Форварду 24 года, а не 20. Цена Месси упала на 5 миллионов евро до 20. Цена Роналду понизилась с 15 до 12 миллионов евро. Манчестер Сити возглавляет клубный рейтинг УЕФА. Реал 2-й, Бавария 3-я. Палмер подал заявку на регистрацию бренда «Колд Палмер» в честь своего празднования. Марка может использоваться для продажи напитков, еды, одежды, игрушек и автомобилей. Арне Слот признан тренером месяца в английской премьер-лиге. Тренер Ливерпуля получил приз впервые. Бавария поборется с Барселоной за защитника Джонатана Та. У игрока Байера нет соглашения с каталонцами. Мохаммед Салах – лучший футболист английской премьер-лиги в ноябре месяца. Он выиграл приз в шестой раз. Рекорд у Агуэра и Кейна по 7 раз. Венисиус – лучший игрок прошлого сезона по версии Марка. Беллингем 2-й, Родри 3-й. Компания Фриткин Групп американского бизнесмена Дэна Фриткина получила долгожданное разрешение на покупку Эвертона. Фриткин еще в сентябре со второй попытки согласовал покупку 94% акции Эвертона. С тех пор эта сделка находилась на одобрении у футбольных чиновников. Теперь Фриткин преодолел главное препятствие – заключение сделки. И ожидается, что на следующей неделе Мерсисайский клуб окончательно обретет нового хозяина, сообщает Sky Sports. Состояние Фриткина оценивается в 6,1 миллиардов долларов с 2020 года. Дэн также владеет Ромой из серии А. Для Эвертона важно, что все формальности были улажены до открытия зимнего трансферного окна, потому что команде Шона Дэйча совершенно бы не помешало усиление на вторую половину сезона. Полузащитник испанского Реалса Сидат Мартин Субименди испытывает сомнения насчет перехода в Манчестер Сити в январе. Субименди мог переехать в Премьер Лигу еще минувшим летом, когда за ним охотился Ливерпуль, но тогда Мартин не решился покинуть родной Реалса Сидат. Теперь заполучить Субименди хочет Сити, которому срочно потребовался опорный полузащитник после тяжелой травмы Родри. По информации Телеграф, Субименди скептично настроен на счет Сити. Мартин не хочет отыграть несколько месяцев, чтобы затем стать дублером своего соотечественника, когда тот выздоровеет. По слухам, интерес к Субименди по-прежнему сохраняет Ливерпуль, но в данный момент 25-летний игрок сборной Испании предпочитает повременить с решением насчет своего будущего. Полузащитник мадридского Реала Ардак Гюлер попал в сферу интересов Мюнхенской Баварии, информирует Defensa Central. Согласно данным источника, боссы немецкого Гранда предлагали королевскому клубу обмен. Бавария хотела отдать за талантливого турка 35-летнего форварда Томаса Мюллера, однако президента сливочных Флорентина Переса не устроили условия сделки. Арда в текущем сезоне принял участие в 18 поединках мадридского Гранда, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро. Манчестер Юнайтед охотится за Эдерсона 25-летний игрок играет за Аталанту в серии А на позиции центрального полузащитника. Он гарантированно является стартовым игроком для Джанпиро Гасперини и сыграл важную роль в завоевании Аталанта своего первого европейского трофея, когда они выиграли Лигу Европы. Однако, прошлым летом его связывали с переходом в Премьер-лигу, причем часто упоминался Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Однако, в конечном итоге, красные дьяволы доверились Мануэле Угарте, хотя с уходом Эриксона и истощением сил Казимира на Олд Траффорд требуется еще одно пополнение. Ситуацию для Манчестера Юнайтед омрачает подтвержденный интерес к Эдерсону со стороны ближайшего конкурента Манчестер Сити. Инсайдер Руди Галетти рассказал, что оба манчестерских клуба общались с лагерем игрока, чтобы обсудить возможный переход. Ансу Фати переживает трудности с продолжением успешной спортивной карьеры. Тот, кто был призван стать преемником Месси в Барсе, унаследовал десятку аргентинца, увидел, что его невероятный прогресс резко остановился после травмы, из-за которой он редко попадает в стартовый состав. Без успеха поиграв в Брайтон и в прошлом сезоне, летом он вернулся в состав команды Флика, но снова появились физические проблемы, которые оставили его без вариантов выбора. Поэтому Барселона хочет отпустить его в январе следующего года, но это будет непростая задача. Причина очевидна. Ни один клуб не хочет рисковать, выплачивая высокую зарплату игроку, который очень подвержен травмам. Кроме того, Ансу Фати было очень мало игрового времени на адаптацию, что еще более усложняет ситуацию, когда речь идет о зимнем трансфере. Однако лучшим вариантом для Ансу по-прежнему остается Севилья. Нынешний тренер хорошо знает Ансу Фати, когда тот еще выступал за резервную команду Барсы. У Манчестера Юннетед, похоже, нет ограничений по количеству подписаний на следующий сезон, хотя состоится хоть ли один трансфер – это другой вопрос. Уже были разговоры о возможных уходах и прибытиях на Олд Раффорд, и последними из них стал центр форвард, который уже был в списке два сезона назад. В то время Юннетед Тенхага искал лучшего центрального нападающего, чтобы посмотреть, сможет ли он изменить ситуацию в атаке клуба. Второй сезон ознаменовался уходом Криштиану Роналду и отсутствием голов от форвардов, хотя в некоторое время казалось, что Решфорд должен это все исправить. Но тогда Юннетед в итоге подписал Хьюиланда, хотя об Эване Фергюсене было много разговоров. В этом сезоне он также был в центре внимания манчестерской команды, но они вновь решили предоставить возможность другому форварду, в данном случае нидерландцу Джошуа Зиркзе. Однако на данный момент Джошуа не достоин тех 42 миллионов, которые Юннетед заплатил за него в августе. И недавняя схема тренера может привести к тому, что он уйдет следующим летом. Именно здесь на помощь может прийти Эван Фергюсон. 18-летний полузащитник Малаги Антонио Картеро может перейти в испанский грант, рапортуют журналисты Мунда Депортива. Подписать талантливого игрока хочет каталонская Барселона. Согласно данным источника, Барса хотела подписать хавбека еще в летнее трансферное окно, однако переговоры не увенчались успехом. Каталонцы предпримут еще одну попытку в январе, сумма сделки оценивается в 2 миллиона евро. В сезоне 24-25 Картеро провел 17 поединков за Малагу, записав на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные придачи. Если понравился контент, не забудь подписаться на канал и поставить лайк под видео. А на этом у нас все. Это были самые свежие и актуальные новости футбола к данному часу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин